Вторая книга царств, глава двадцать четвертая Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, — Пойди, исчисли Израиля и Иуду. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, — Пройди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю, — Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан, и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долини Гадовой, к Иозеру. И пришли в Галаад, и в землю Тахтим-Хадши, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира, и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеев в Версавию, и обошли всю землю. И пришли через девять месяцев и двадцать дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян пятьсот тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, — Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа, гаду, пророку, прозорливцу Давида. — Пойди и скажи Давиду, — так говорит Господь. — Три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою. И пришел гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему, — Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать, пославшему меня. И сказал Давид гаду, — Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дано до Версавии семьдесят тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, — Довольно, теперь отпусти руку твою. Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и его сиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, — Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего. И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал, — Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина. И пошел Давид по слову гада, как повелел Господь, и взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, — Зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид, — Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа. И сказал Орна Давиду, — Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь что ему угодно, вот валы для всесожжения и повозки и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю, — Господь Бог твой добудет милостив к тебе. Но царь сказал Орне, — Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу, Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и валов за пятьдесят сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжения и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok